Добрый вечер! Это суть недели. Сегодня в программе. Каспийский саммит. Итоги. Что с рублем? И 77 лет назад советская авиация бомбила Берлин. На минувшей неделе состоялся пятый Каспийский саммит, в котором приняли участие Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан. По его итогам, как и положено, был подписан итоговый документ. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Событие нерядовое. Хотя бы потому, что Каспийские страны не могли договориться в течение 20 лет. И вот случилось. Почему же именно сейчас подписана конвенция, которую не могли согласовать так долго? У меня есть своя версия, с которой я хочу вас познакомить. Дело в том, что в конце декабря 2017 года стало известно о заморозке 22 миллиардов долларов средств Национального фонда Казахстана. По решению Бельгийского суда. А деньги Казахстана находились в США, в Бэнк оф Нью-Йорк Меллан. Причины в данном случае не важны. Деньги серьезные. И понятно, что Нурсултан Абишевич отнесся к этой проблеме вполне ответственно. Он отправился с визитом в Вашингтон, где провел переговоры с президентом Трампа. В результате Казахстан и США подписали очередной пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы. А 22 миллиарда долларов благополучно вернулись к законному владельцу. За эти деньги Казахстан разрешил США использовать порты на Каспии. В том числе и порт Актау, где собственно и состоялся сами. Актау, кстати, раньше назывался просто Шевченко. Ну вот, а теперь о главном. Конвенция Каспийского моря, подписанная на минувшей неделе, содержит в числе прочих и такой пункт. Не допускается присутствие на Каспии вооруженных сил вне региональных держав. Вот такая история о 22 миллиардах, базах США на Каспии и о саммите Каспийского моря. Кстати, генсек ООН Антонио Гутерреш поздравил страны, подписавшие конвенцию, и сказал, что этот исторический документ свидетельствует о важности регионального сотрудничества, которое необходимо для обеспечения мира и безопасности во всем мире. О валютной нервотрепке минувшей недели и причинах ее породивших мы сейчас поговорим с Маратом Рашидовичем Софиулиным, профессором, доктором экономических наук, проректором Казанского университета. Как вы оцениваете эту ситуацию? Во-первых, с точки зрения причин. Почему? Первый фактор, наверное, излишнее государственное регулирование, которое у нас сложилось на рынке углеводородов. То есть первая причина монополизация рынка? Это монополизация и снижение конкуренции, потому что монополизация может идти вместе с ростом конкуренции. Ну, как это? Ну, как и даже Ленин, то, что вы говорили, то есть это рост конкуренции ведет к монополии. То есть я хочу сказать, здесь это в любом случае. Но вот суть это в чем? Второй фактор, который тоже очень неблагоприятно повлиял на экономику и на ожидание, и на экономические агенты начали по-другому вести свои сбережения, накопления, это увеличение налоговой нагрузки. То есть это было очень непонятно. НДС. И НДС, совершенно верно. И при том, что у нас вроде бы пока складывалась хорошая конъюнктура на рынке углеводородов, то есть были цены выше, чем те, которые закладывались в формировании бюджета. И, соответственно, то есть, ну, скажем, даже денег, в принципе, дополнительных поступлений было достаточно даже для формирования тех новых майских указов, которые были озвучены руководителем. Ну, и вот последний, скажем, самый серьезный шаг, который, ну, скажем, сдвинул это все в совокупности, это вот то, что были объявлены новая серия санкций. И в первую очередь, если до этого это касалось физических лиц, их перемещения и так далее, и так далее, и в принципе, то есть экономика это сильно не затрагивала, то сейчас они продекларировали, что ряд крупных компаний экспортных, кстати, которые формируют и влияют на валютную выручку, такие как Аэрофлот. И там, скажем, в этой дискуссии учитывают энергетический сектор и инвестиции в этот сектор. Ну, и история с шалом. Совершенно верно. То есть, это вот, все это в совокупности, я хочу сказать, оно привело к тому, что бизнес, он начал, скажем, корректировать свои прогнозы в пользу текущего употребления, вот, вместо инвестиций. А в этом случае, хочу сказать, что, как ни говори, одна из самых инновационных стран или стран, где расположены инновационные компании, при помощи которых мы делаем инвестиции в нефтехимию, в нефтепереработку и в модернизацию, в нефтедобычу, да, это Соединенные Штаты Америки. Вот, произошла вот такая вот эта коррекция. Дело в том, что, на мой взгляд, вот в том кризисе валютном, который у нас наметился так пока еще не очень сильно, можно ожидать и худшего развития событий. Да, хочу сказать, если это энергетику, если это регулирование энергетики коснется и банковской сферы, то это будет, ну, серьезный удар. С моей точки зрения, в этом кризисе есть значительная доля рукотворного продукта нашего правительства. То есть, я о чем хочу сказать? Вот, посмотрите, у нас, несомненно, дефицит валюты будет теперь в связи с такими вот санкциями. В то же время, ЦБ по поручению Минфина скупает на рынке доллары. Но он это делает специально для того, чтобы вот... Создать подушку безопасности. Не только для того, чтобы компенсировать, чтобы не было паники. Потому что, если этого не сделать, то есть, если вот при таком даже, то есть, действительно, сейчас все больше и больше... То есть, скупая доллары, они, наоборот, по-моему, спровоцируют панику? Нет, никаким образом. То есть, я хочу сказать, это, как это инструмент, это где-то они скупают, где-то они продают. Не знаю, про продажи ничего неизвестно. Известно только, что скупают. По тому, как ведет себя этот доллар. Ну да. С другой стороны, крупнейшим нашим экспортерам, собственно, тем, кто и приносит валюту в страну, Роснефть. Разрешено не возвращать валютную выручку в страну. Ну, вы знаете же... Я все знаю, но просто я сейчас о воздействии этих факторов говорю. Причины оставим за скобками. Я хочу сказать, что очень это опасно. То есть, на самом деле, рост курса доллара, то есть, это вот, это не так плохо. На самом деле, у нас из-за того, что вот нефтедоллары поступают в избытки, у нас и так курс рубля, даже вот те 67-68 сейчас от рублей, он занижен. Для конкурентоспособности, для того, чтобы наши товары мы могли полноценно... Ну, это понятно, да. Он должен быть существенно выше. В рублевом выражении... Просто здесь государство, я объясняю, почему себя ведет так Центробанк, то есть, государство хочет сохранить социальную стабильность, потому что, если сейчас резкие какие-то будут флуктуации на этом рынке, то это может спровоцировать и серьезную социальную нестабильность. То есть, это означает, что импортные товары, а в структуре потребления товаров длительного пользования, они составляют до 60%, а по ряду территорий и выше, это может сделать их вообще недоступными. Тогда у нас целые сектора, целые территории, они будут в сложной ситуации. Давайте все-таки определимся. Вы считаете таким образом, что скупая доллары, Центробанк препятствует росту курса? Скупая и продавая, я еще раз хочу сказать. Он регулирует, исходя из спроса и предложения, чтобы не было дефицита или избытка наличности. У нас пока дефицит с избытком не очень хорошо. Я просто помню такие времена так называемых валютных интервенций, когда доллары Центробанк выбрасывал на рынок, чтобы снизить их стоимость. А сейчас как-то в обратную сторону все это не очень непонятно. Хорошо. Значит, санкции, понятно, мы отрезаны будем, скорее всего, очень надолго от возможности заимствования на западных рынках. От дешевых заимствований? От дешевых, конечно. От дешевых инвестиций? От дешевых, конечно, да, да, это понятно. Поскольку наши банки вообще устроились очень хорошо, они заимствовали там... Они не генерируют совершенно... Они заимствовали там под 2-3 процента и продавали нам за 17-20, а то и повыше кое-где. Это понятно, что этот бизнес, видимо, рухнет теперь. Если они не найдут другие... Ну, где их найти, у китайцев... Ну, сейчас ведь вот вы видите там и Рустам Нургалевич, он не случайно, то есть в июне, в мае-в июне проводит Казань-саммит, который... Да, да. Сфокусирован на исламских финансах, действительно, там очень много денег, но, к сожалению, там есть много пока даже законодательных ограничений для того, чтобы использовать эти схемы. Ну, вы знаете, мне вот довелось буквально несколько месяцев тому назад разговаривать с одним очень... Представителем одной очень крупной инвестиционной компании, азиатской, которая как раз работает на рынке исламских финансов. И он мне сказал, что мы с удовольствием рассмотрели бы вопросы приобретения облигаций крупных российских компаний, особенно расположенных в исламских регионах, таких как Казань, Татарстан, да? То есть они готовы даже покупать облигации конкретных предприятий. Согласен, но наши предприятия не готовы к этой системе. А почему? То есть я вот хочу вам сказать, что это тоже, наверное, национальные, то есть я имею в виду не татарстанские, а российские особенности частного бизнеса, у нас не хотят терять тотальный контроль. То есть у нас вот любят доминировать. То есть я хочу сказать, я с ними постоянно в диалоге, они показывают, что существует очень много практик, когда вот вхождение, скажем, инвесторов, потенциальных участников, уставной капитал в Совет Директоров вела их к недружественным поглощениям и прочим. Март Иванович, ну то есть нам надо от этого избавляться? Не в этом, это болезни роста. То есть я хочу вам сказать, у нас никогда этого не было. То есть мы видим идеальные модели, которые 300 лет сформировались на Западе, и там есть и законодательство, и культура, и даже общественное порицание, например, тому же инсайту, тому же гринмейлу и прочее, прочее. Нам надо это переболеть и отладить, и это законодательство. И все-таки мне кажется, что должно прийти новое поколение и инвесторов, и управленцев. Чего нам ждать? Когда доллар будет? 20 рублей? Или наоборот, 100-20? Есть идея, ну как вам динаминации только сделать? Вы же знаете, печатающий станок все стерпит, поэтому... Да, у нас хороший станок, хорошо работает. Но вопрос это другой. То есть здесь хочу сказать, что очень интересная ситуация. Я же говорил, с одной стороны, мы конкуренция, уровень это снижаем, предпринимательскую активность мы тоже подавляем, и возможности экономики за счет роста налогов снижаем. И налогов с душем, да. Для экономики это очень хорошо. То есть для экономики главная стабильность. То есть вот эти факторы, они должны играть это на позитив. Это понятно. На мой взгляд... Ждать-то чего? Ждать, хочу сказать, все-таки я очень тревожусь. Это и все условия для полномерного роста доллара есть. Понятно. Я только единственное хочу нашим телезрителям сказать, что мы с Маратом Рашидовичем говорим о, так сказать, высокой экономике. И это отнюдь не означает, что надо бросаться в обменные пункты. Потому что в любом случае вы сейчас только проиграете. Если начнете скупать доллар, поскольку он сегодня, я не помню, не смотрел еще... Ну, немножко тоже. Он сейчас отыграл. То есть он это рос. Не так важно. Частному лицу с запасами капитала в пределах одной-двух тысяч долларов лучше в эту историю, мне кажется, не соваться. Так ведь? Это разговор для больших, для взрослых. У кого миллиарды, сотни миллионов. Ну, и не только у которых депозиты в первую очередь. Да, да, да. У которых много денег, одним словом. А на бытовом уровне играть в валютные войны я крайне не рекомендовал бы. В любом случае, кроме потерь, это ни к чему не приведет. Марат Рашидович, огромное вам спасибо. Очень содержательная беседа у нас с вами состоялась. Я с удовольствием с огромным с вами пообщался. И надеюсь, что это общение продолжится. Потому что, боюсь, наша экономическая и финансовая ситуация будет постоянно давать поводы для встречи с вами. Нет, я все-таки надеюсь, и вы знаете же, я это всегда надеюсь на лучшее, что наши руководители, они найдут хороший, компромиссный вариант решения этой ситуации. Ну, вы знаете, Конфуций говорил, что надо рассчитывать на лучшее, но готовиться к худшему. Ну, дай бог вам виднее. Это китайский вызов. Да. Ни при чем. Спасибо, Марат Рашидович. Вам большое спасибо. А сейчас реклама. Великая Отечественная война никогда не будет забыта нашим народом. Не должна быть забыта. На минувшей неделе исполнилось 77 лет с момента первой бомбардировки советской авиации гитлеровского Берлина. Вы только представьте себе. Август 41-го. Гитлеровские дивизии рвутся к Москве. Красная армия отступает. А наша авиация бомбит столицу Третьего рейха. Об этой удивительной истории нам расскажет Михаил Черепанов, заведующий музеем Великой Отечественной войны в Кремле, наш частый гость. Расскажите, вот интересная такая вещь. Расстояние ведь по тем временам огромное до Берлина. Это не сегодняшняя авиация, которая летает хоть куда. Как вообще было это спланировано? Там же, насколько я знаю, даже как бы и не планировалось возвращение некоторых самолетов. Ну, дело в том, что... Люди шли на смерть. Надо начать с самого главного. У нас в 30-е годы этот вопрос стоял. Нужны нам стратегические бомбардировщики, чтобы бомбить Англию? Ну, то есть дальнего радиуса действия. Англию. Или не нужны. И тогда уже разрабатывались, если помните, такие самолеты, которые летали и в Америку, и... Ну, через Северный полюс летали. В общем, расстояние для нас было не вопрос. Вопрос был вес. Какие бомбы с собой брать? А вот в данном случае решили так. Лучше пусть они возьмут маленькие бомбы, но те самолеты, которые смогли долететь на 900 километров. С острова Саарима. Это вот как раз Эстония. Единственное, несколько территорий, которые немцами еще не были захвачены в августе 41-го года. И вот почему решено было тогда ставку поставить на ТБ-7. То есть это вот устаревший уже по тем временам дизельный бомбардировщик. На дизелях, конечно. И ставка была на них почему? Потому что были, тем не менее, хорошие опытные летчики уже, да? Да, с большим уставочем. Которые могли без всяких радиосигналов, без световых, только по компасу найти... Ну да, без диспетчерского сопровождения. То есть это было очень сложно. Карты не соответствовали действительности 36-го года. Откуда они могли знать, где ПВО, например, где зенитки. И вот почему мы вынуждены были сначала послать в разведку несколько самолетов. И 3-го августа 41-го года они полетели в ту сторону над Балтикой, чтобы просто проверить, где что. Вот я хотел бы здесь немножко застолбить интересный факт. Когда они полетели в первый разведполет, они долетели только на полпути до Берлина. До так называемой базы Свинемюнды. Это вот будущая ракетная база Пинемюнды. И совершенно случайно именно на нее сбросили бомбы. Ну так, по пути. Понятия не имею, что это... Совершенно понятия не имею, что там делают вот эти фаузы. Что уже начинают там делать ракеты. И вот почему немцы перепугались страшно. И начали закапываться под землю. Ну они-то думали, что мы целенаправленно бомбим. Ну они же думали, что это вообще... Да. Американцы, а англичане прилетели. То есть они никогда в жизни бы не подумали, что это мы до того обнаглели, что долетели аж до Свинемюнды. А уж тем более про Берлин никаких разговоров не было. То есть операция была на редкость удачной. Первый полет был на редкость удачный. Мало того, что... Значит, вот как раз долетели... Ну правда половина только из самолетов. Вторая половина либо заблудилась, либо была опять же сбита нашими ПВОшниками. Но тем не менее пять самолетов все-таки долетели и сбросили первые бомбы именно по тем объектам, которые были установлены. То есть по заводам. Это очень важно. Не просто так по Берлину, а именно по заводам. И вот этот вот первый полет, конечно же, сразу, ну, эффект разорвавшейся бомбы в полном и переносном смысле слова. Все газеты всего мира. Ну понятно, да. Пропагандистский эффект огромный. Конечно, конечно. Михаил Владимирович, а вот я же знаю, что вы всегда, ну, как бы, находите очень интересные детали, связанные непосредственно с нашим городом, с нашей республикой. Как вот этот вот налет на Берлин связан с Казанью и с Татарстаном? Вот чтобы усилить удары по Берлину, Сталин приказал взять с собой 500-килограммовые бомбы. А вот уже их могли взять с собой только П-8. Это те самые самолеты, которые уже с 30-х годов производились на заводе 124 имени Сергея Орджоникидзе в Казани. И все-таки 3П-8 долетели до Берлина, это во второй раз, десятого. И, правда, здесь уже их немцы встретили во всеоружии, так сказать. Но, тем не менее, за 9 налетов мы устроили 32 пожара на территории Берлина. Это уже были в том числе и казанские летчики. Я вот хотел бы как раз их и упомянуть. К сожалению, из этого вот задания, 18 августа 1941-го, не вернулся один из них, уроженец Бандюшского, Менделейского поселка нашего, Гайнуддинов Аглям Гайнуддинович, воентехник 1-го ранга, старший бортовой техник. Вот он как раз, к сожалению, погиб при исполнении этого задания и не вернулся из полета. Вообще, сколько самолетов вернулось, если так, от тех, кто, посчитать, кто вылетел, и сколько? 33 самолета бомбили Берлин, 17 из них погибли. То есть, половина. Причем, это было 7 экипажей. А вообще, как это должно было быть? Допустим, позволяли тактико-технические данные самолетов вернуться вообще? Ну, конечно. Бензина хватало, Керосина? Хватало. У них было бензина на 3000 километров. То есть, можно было и туда, и обратно вернуться. Я еще хочу заметить для наших телезрителей, что Пе-8 это самолеты Петлякова. Да. Того самого Петлякова, который, если мне память не изменяет, похоронен у нас в Казани на Арском кладбище. Это уже после его гибели назвали эти самолеты Пе-8, и они уже получили задание не просто долетать, но и могли отстреливаться от нападающих истребителей. У них уже было 5 точек только пулеметных на самом самолете. И вот здесь я еще хотел бы напомнить, что в этих же событиях принимал участие казанец наш, Блинов Алексей Павлович, капитан, у которого жена жила на Большой Красной в Казани. Он тоже погиб, к сожалению, 14 августа 1941 года, уже имея орден Красного Знамени, командир одного из самолетов. Так сколько вот таких волн бомбардировок было всего предпринято? 9 налетов. 9 налетов. 9 раз. Первый налет был еще... 8 августа. 8 августа. Ну, с 8 на 9. Так. Потом, значит, вот буквально через день, когда все-таки Сталин написал свой личный приказ товарищу Водопьянову... Я смотрю, даже от руки написано. Да, нет, он подписал. А это писал-то Маленков. Ну да. Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командующим дивизией Водопьяновым не просто провести налет на Берлин, но он даже написал. Зажигательные бомбы малого и большого калибра. Ну, то есть пожар устроишь. Внимание, Сталин пишет. В случае, если моторы начнут сдавать по пути, иметь в качестве запасной цели Кенигсберг. То есть даже Сталин понимал, что это физически сложно. И даже он в своем приказе 8 августа предусмотрел запасные как бы цели для бомбежки. Всего за эти полеты получили звание героя 10 человек. И вот хотелось бы как раз напомнить, что погибали не только летчики при исполнении этого задания, но потом, когда фашисты все-таки спохватились и начали бомбить саму нашу авиабазу на этом острове. Конечно, в первую очередь погибали и технические составы. И потом, когда пришлось эвакуироваться уже с окруженной территории с этого острова, улетели только летчики. А технический обслуживающий состав остался на острове Партизани. Пешком уходили. Мы ходили своим ходом, тут уж намелость победителей, как говорится. Далеко не многие из них, к сожалению, пробились. В общем, Михаил Игоревич, я очередной раз вместе с нашими телезрителями, мы все убедились в том, что роль Казани, роль Татарстана в победе над врагом была чрезвычайно высока. И люди наши там принимали участие, и техника наша, и героический труд, как это потом стали говорить, тружеников тыла. Это же надо было эти самолеты в тяжелейших условиях собирать. А конструкторы, конечно. Конструкторы, да. Спасибо, Михаил Валерьевич. Как всегда, вы много интересного и нового внесли в эту забытую уже историю нашей вот такой громкой операции с самого начала войны. Спасибо. Все на сегодня. Удачи нам всем. И до следующей субботы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok